МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час новостей на 12-м канале. В студии Екатерина Булучевская. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Как в лихих 90-х. Другие уже оттаскивают, уже другие горят. Сразу несколько машин полыхали на парковке в Амуре-2. Пока одну выводили на полную мощность, другая вышла из строя. На ТЭЦ-3 отключился котел. Что будет с теплоснабжением абонентов? И когда начнут ремонтировать теплоэлектроцентраль номер 5, у которой тоже отказывают агрегаты? Вирус близко. А мечи стали чаще заражаться ковидом. Как сегодня переносят опасное заболевание? И чудеса начинаются, но пока для журналистов 12-го канала. В одном из эпизодов на сцену выйдет царица щука на вот таком щукомобиле. Наши корреспонденты увидели, как готовят губернаторскую елку. Пока артисты ищут потаенное озеро, мы покажем тайны за кулисье. Пожар в микрорайоне Амур-2. На парковке загорелась машина. Пламя тут же перекинулось и на соседний транспорт. Капец. Другие уже оттаскивают, уже другие горят. Очевидцы рассказывают, первым во время прогрева загорелся дорогой внедорожник, а после пламя перекинулось и на соседнее авто. Остальные машины люди успели вытащить из эпицентра пожара. После осмотра оказалось, что огонь повредил навесное оборудование моторного отсека, панель приборов и внутреннюю обивку салона. У второго автомобиля пламя уничтожило багажник и краску на заднем бампере. И еще один автомобиль не горел, но тоже пострадал, поскольку стоял рядом. Из-за воздействия высоких температур у него повредилось лакокрасочное покрытие. И еще одно возгорание произошло уже в советском округе. Огонь охватил административное здание. Площадь пожара почти 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. На месте работают 44 специалиста и 12 единиц техники. Новое ЧП из-за морозов теперь уже на ТЭЦ-3, который обслуживает дома в советском и кировском округах. Накануне вечером здесь отказал котел. Часть потребителей уже перевели на другие источники тепла. Жители микрорайона Континентальный переключили на кировскую районную котельную. Как сообщили в ТГК-11, чтобы избежать снижения температурного режима, энергетики запустили 4 пиковых бойлера для подогрева воды. Теплоэлектроцентраль продолжает работу. Вышедший из строя котлоагрегат сейчас чинит ремонтно-восстановительная бригада. Напомню, что ранее в начале декабря отказали котлы на ТЭЦ-5. Сбой оставил без отопления тысячи квартир в Центральном, Ленинском и Октябрьском округах. Омский следком уже возбудил уголовное дело за оказание услуг ненадлежащего качества. И такие перебои в работе теплоисточников говорят о необходимости ремонта котельных. В Омске уже приступили к поиску подрядчика, который модернизирует сразу три ТЭЦ в городе. Работы запланированы на следующий год. После их выполнения оборудование не должно выходить из строя. Также это продлит срок эксплуатации техники, основных и вспомогательных цехов. Модернизация необходима на третьей, четвертой и пятой ТЭЦ. Перед тем, как приступить к работам, фирма-победитель должна будет разработать планы-график. По условиям договора подрядчик предоставит гарантию на один год. При возникновении аварии он будет устранять ее за свой счет. Сегодня в Омске с рабочим визитом уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен уже проинспектировала детские дома и провела рабочую встречу с губернатором Виталием Хаценко. Глава региона предложил ряд инициатив, которые, по словам уполномоченного, достойны федеральной поддержки. Новые проекты появятся для приемных семей. Также в нашем городе планируется создать центр дневного пребывания для детей с особенностями здоровья. Будет продолжена работа и с неблагополучными семьями. Большая работа ведется по малышам в домах ребенка. И с приходом Виталия Павловича количество детей в домах ребенка сократилось в три раза. И радует, что основная часть была передана кровным родственникам после того, как семья восстановилась и смогла дальше воспитывать ребенка. Но мы понимаем, что теперь нужно работать еще больше, потому что те дети, которые остались, их семьи требуют более глубокой проработки. Приняли предложение и Мария Алексеевна, и его реализуем до конца года по централизации в целом системе управления учреждениями образования как раз для детей-сирот, для детей с ограниченными возможностями, дом малютки. Мы все собираем из министерства, централизуем под министерство образования, чтобы нормальная структура была управления, потому что там же находится и опека, и попечительство соответственно. А мечи все чаще заражаются коронавирусом. Неутешительную статистику представил областной Роспотребнадзор. За последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 10%. Всего зарегистрировано около полутора тысяч случаев ковида. Большая часть инфицированных, свыше 85%, это жители региона старше 18 лет. В основном, по словам медиков, болезнь протекает в форме ОРВИ, летальных исходов не зафиксировано. Около 1% и вовсе переносят ковид в бессимптомной форме. И тем не менее, мечам напоминают о мерах защиты. Тем, кто чувствует даже легкое недомогание, рекомендуют носить маску. Также необходимо соблюдать гигиену, тщательно мыть руки с мылом. В офисах и общественных местах советуют проводить дезинфекцию. 14 декабря в четверг Владимир Путин подведет итоги 2023. Это будет совмещенный формат, традиционная большая пресс-конференция и прямая линия с гражданами. К слову, впервые собирать вопросы будет в том числе и Народный фронт. И после завершения общения президента с россиянами и журналистами, участники движения будут их обрабатывать. Известно, что уже поступило более миллиона обращений. В совмещенном формате итоги года глава государства подводит второй раз, так уже было в 2020-м, из-за ковидных ограничений. Практика успешно себя зарекомендовала, по мнению экспертов. Благодаря такому объединению двух мероприятий участвуют все репортеры и обычные люди. Эта встреча может стать рекордной по количеству важных заявлений. На ней будут присутствовать и корреспонденты зарубежных СМИ. Прямую трансляцию проведут сразу несколько федеральных каналов, начало в 15 часов по омскому времени. В Москве также будет работать наша съемочная группа. Все подробности в выпусках новостей. Но сегодня по поручению президента Владимира Путина губернатор Виталий Хаценко провел личный прием граждан. Глава региона рассмотрел обращения по социальным вопросам. Также телерусско-полянского района выступили с просьбой отремонтировать спортивный зал Калининской средней школы. Помещение давно требует реконструкции для того, чтобы в нем было комфортно проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия. Виталий Хаценко отметил, что по федеральной программе готовы отремонтировать до 10 таких школ и поручил главе района подготовить заявку и смету на ремонт. А вот жители Нововаршавского района просят создать библиотеку нового поколения. Заявку на такое пространство в Нововаршавке уже одобрили. Амичи могут оформить в собственность гаражи и землю под ними. Причем совершенно бесплатно. Единственное условие – бокс должен быть капитальным. Это защитит его от сноса. Принести документы и зарегистрировать гараж можно до 2026 года. Куда обращаться узнавала Анастасия Вишова. В этом гаражном кооперативе несколько десятков гаражей. И половина из них под угрозой сноса. Строение капитальное, а вот земля принадлежит городу. Чтобы недвижимость не исчезла в один момент, кстати, абсолютно легально, автолюбители должны воспользоваться гаражной амнистией. Закон позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать право на земельный участок под гаражом. Это позволит в дальнейшем распоряжаться собственностью по собственному усмотрению. Продать, подарить, оставить в наследство. Если же государству земля понадобится, например, для строительства дороги или жилья, собственник получит компенсацию. Закон действует до 1 сентября 2026. Документы принимают в окружных администрациях. Главное, чтобы строение подходило под ряд требований. Было капитальным, то есть имело стены и прочную связь с землей. Фундамент – одноэтажным, без жилых помещений. Возведен до 2004 года и не признан самовольной постройкой по суду. Земельный участок под гаражом передадут в собственность бесплатно. Список достаточно расширенный. Одни из основных документов – это наличие технического паспорта на гараж с подтверждением года постройки. Год постройки должен быть до 31 декабря 2004 года. Какие-либо справки об оплате использования за инженерные коммуникации для обслуживания данного гаража. И правоустанавливающие документы на отвод земельных участков ранее предоставленным гаражным кооперативам. Специалисты отдела архитектуры администрации округов проконсультируют о полном перечне документов. С ним можно ознакомиться и на официальном сайте мэрии. Только в этом году заявление на оформление подали практически 8 тысяч жителей Омска. Что касается железных сооружений, то по гаражной амнистии владельцы имеют право заключить договор о возведении гаража на занимаемом земельном участке. Право собственности на сам гараж не оформляется, так как сооружение считается временным. Анастасия Вишова и Виктор Осинцев, 12 канал. Ну вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску новостей, смотрите в 19.30. Когда погода не подарок и даже в преддверии новогодних праздников в нашу редакцию массово жалуются о мячи, у которых квартиры с приходом аномальных холодов превратились в ледник. Несмотря на восстановление работоспособности городских ТЭЦ, батареи так и не стали горячими. Почему, расскажем в 19.30. Старость будет в радость. Ну, улыбайтесь. Настроение у вас хорошее. Ну, лишь любо. В Омске запустили систему долговременного ухода. Это совершенно новый формат помощи пожилым. Им предоставляют сиделок, медицинские услуги и специальное оборудование совершенно бесплатно. Креативят не с пробирками, а с речевыми оборотами. Выпускники Омской медиалаборатории сегодня представят свои проекты. Два месяца упорного труда под руководством ведущих журналистов и пиарщиков не только региона, но и всей страны. Ждем прямого включения Анны Лукинец, которая, будучи молодым репортером, уже стала наставником. Сначала заботятся, а потом угрожают очередной случай телефонного мошенничества в регионе. У пенсионера выманили почти 300 тысяч рублей. Схема отработана давным-давно. Мужчине позвонил якобы представитель Центробанка и сообщил, что с его счета хотят снять деньги. Чтобы спасти сбережения, Мичу посоветовали доехать до ближайшего отделения, снять все средства, но затем положить их на безопасный счет. Обескураженный пенсионер так и поступил. Однако на этом история не закончилась. Когда мошенники поняли, что мужчина очень доверчив, ему еще и предложили оплатить страховку за свои же деньги. Артисты ищут потаенное озеро, ну а журналисты 12-го канала узнают тайны за кулисьем. На глазах у наших корреспондентов провели прогон спектакля, который покажут на губернаторской елке. По задумке режиссеров, это должно быть совершенно новое яркое зрелище. Поэтому для каждого персонажа шьют эксклюзивные костюмы. Ткань уходит сотнями метров. Удивяты масштабными декорациями. Слово Регине Абузаровой. Нет, это не скейт-площадка, а сцена концертного зала Омской филармонии. Весело, задорно и, конечно, с настоящим размахом артисты репетируют новую постановку «Потаенное озеро». Сюжет пока держится в строжайшей тайне, но главные герои Иван да Мария, а также таежные жители, птицы и животные, конечно же, в поисках счастья. Поэтому пока солисты даже на репетиции без костюмов. Для зрителей будет сюрприз. Александр Стреленко специально для наших телезрителей немного приоткрывает завесу тайны и примеряет образ бобра. Забавным можно назвать не только его внешний вид, но и даже появление в спектакле. Таежные жители вручат лодку. И в этой лодке буду спать я. И вот так я и появлюсь на сцене. На меня случайно сядут, приняв меня за пуфик. Собственно, от этого и пойдет мое сценическое имя в этом спектакле. Бобер по имени Пуфик. Не только для пуфика, но и для каждого героя постановки специально отшивают костюмы. Это ключевая особенность премьеры. Еще на начальном этапе сценария руководством принято решение. Только новые и яркие образы. Уже использовано больше 500 метров ткани с эксклюзивными рисунками. А вот аксессуары делают вручную. Для сборки кокошника царевной Марии мастера, говорят, уйдет от двух до пяти дней. Будет обтягиваться тканью. На ткань будет нашиваться аппликацией. Особый подход и к декорациям. В одном из эпизодов на сцену выйдет царица щука на вот таком щукомобиле. И пока он в разработке, но уже собран каркас. И он напоминает большую рыбу. Вот здесь будут располагаться ее большие глаза. А внутри мобиля уже стоит трон, на котором и будет сидеть царица щука. На протяжении всего спектакля зрителя ждут захватывающие приключения, необычные встречи и даже схватка с чудовищем. Мы долго думали, как преподнести образ зла, злого озера, шайтан. Поэтому это появление будет тоже такое очень необычное, с большим подиумом, с каркасом, со щупальцами. Поэтому это будет эффектно смотреться, конечно же, и завораживающе. Найдут ли озеро счастье простой парень Иван и царская дочь Мария, юные зрители узнают уже на губернаторской елке. Новогодний спектакль-мюзикл «Потаянное озеро» на сцене Омской филармонии покажут с 24 декабря по 4 января. Регина Абузарова, Виктор Осинцев, 12 канал. Ее называют основой наших свобод и прав. Сегодня вся Россия отмечает День Конституции. Праздник был объявлен государственным еще в 1994 году. За почти три десятилетия в текст неоднократно вносили изменения. Знаковым стал 2020. В результате всенародного голосования приняли целый блок поправок, которые закрепили социальные гарантии россиян и сделали более сбалансированным распределение полномочий между ветвями власти. 12 декабря по традиции проходят образовательные мероприятия, связанные с Конституцией. Но Омская телебашня сегодня окрасится цветами российского триколора. Увидеть праздничную подсветку омичи смогут с 19 до 22 часов. На медиафасаде также будет надпись 12 декабря День Конституции России. Омск-лидер в голосовании за звание молодежной столицы страны «Наш город» поддержали уже 45 327 человек. И вы тоже можете изменить статистику. Напомню, что статус молодежной столицы не просто громкое название, это мощный импульс к развитию образовательных и культурных проектов. Поэтому не игнорируйте голосование. Как показал вчерашний день, все может измениться в считанные часы. С утра на первом месте был Красноярск. Мы отставали на полторы тысячи голосов. Ну а к итоговому выпуску Омск снова вырвался вперед. На третьей позиции сейчас Мурманск. На четвертой Владивостока замыкает пятерку Москва. Помочь Омску можно прямо сейчас. Для этого нужно зайти на портал «Дом молодежи» и проголосовать. Напомню, что победитель получает право проводить на своей территории молодежные мероприятия всероссийского масштаба. Стало известно, когда морозы начнут отступать из Омского региона. Из-под влияния ультраполярных воздушных масс, по данным синоптиков, мы будем выходить постепенно. И первые изменения Мечи почувствуют уже завтра. На день метеорологи прогнозируют минус 21, то есть столбики термометров поднимутся сразу на 10 градусов. И еще один плюс – порывы ветра ожидаются слабые. Впрочем, ночью морозы будут по-прежнему лютовать. К концу недели станет еще теплее. Ну а в следующий понедельник температура и вовсе повысится до комфортных минус 6. Морозы ослабевают, а значит, можно провести выходные на свежем воздухе. И как раз, кстати, уже в эту субботу, 16 декабря, в Омске откроется любимый горожанами городок с горками. Комплекс, напомню, расположен на территории парка 30-летия ВЛКСМ. Самый большой склон высотой 6 метров. Также будут установлены 3- и 5-метровые горки. Ну а для эффектных кадров подготовят оригинальные фотозоны. Горкий парк будет работать с 11 часов утра и до 21.00. Вход бесплатный. Лучшие мастера BMX фристайла со всей страны приехали в Омск, чтобы здесь определить обладателя Кубка России. Кто поднял над головой почетный трофей, а также насколько успешными стали для мячей, прошедшие в нашем городе, всероссийские соревнования по спортивной акробатике узнаем у Алексея Дарьева. В Омске определились обладатели Кубка России по BMX фристайлу. Для этого турнира в крытом велотреке был смонтирован мобильный скейт-парк мирового уровня, размер которого почти 800 квадратных метров, а высота фигур от 2 до 5 метров. Участвовали в стартах представители 7 регионов России. Лидеры, определившиеся по сумме предыдущих пяти этапов Кубка. По итогам этапа победителем среди женщин стала представительница Самарской области Екатерина Круглова. На втором и третьем местах спортсменки из Московской области Алина Громашова и Елена Малышева. А вот обладателем Кубка России стала петербуржинга Анастасия Теребова. Серебро у Екатерины Кругловой, бронза у Алины Громашовой. У мужчин победителем умского этапа стал Никита Фоминов из Санкт-Петербурга. Серебро взял Арсений Любишкин из Краснодарского края, бронзу, Анар Алиев из Калининграда. Кубок России выиграл Арсений Любишкин. На втором месте Никита Фоминов, на третьем Анар Алиев. Теперь тройка лидеров, у женщин и у мужчин, будет бороться за шанс представлять нашу страну на играх дружбы. В Омске уже в 55-й раз прошли всероссийские соревнования по спортивной акробатике на призы заслуженного мастера спорта Советского Союза Юрия Зикунова. Очень успешно в родных стенах выступили омичи. Полина Вайс, Вероника Мурзина и Надежда Шлегель завоевали золото среди троек возрастной категории 12-18 лет. Также медали высшего достоинства у Леонида Клишева, Вадима Недошковского, Игоря Кабакова и Артема Зверева в состязаниях четверок в категории 11-16 лет. Не нашлось равных омичам Илье Луценко, Артему Бобинову, Вадиму Ситало и Тимофею Клишеву среди четверок в возрасте от 14 лет. Кроме того, в копилке наших земляков четыре серебряных и одна бронзовая награда. Команда «Нефтяник Титан» проведет в этот четверг, 14 декабря, домашний матч в рамках российской баскетбольной премьер-лиги. Соперник омичек – клуб УГМК из Екатеринбурга. Уральская команда на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Волчицы расположились на восьмой. Алексей Дареев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра 13 декабря в Омске облачно с прояснениями. В ночное время минус 27-28, а днем до минус 24. В районах облачно ночью 29-32 градуса ниже нуля, а дневная температура до минус 26. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 780 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости. Итоги дня, как обычно, подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин